добрый день начинаем очередной сезон программа дети понедельника сергей канаш и руслан васильев и этот понедельник у нас как всегда особенный потому как это первый понедельник в которой главный тренер футбольной сборной александр николаевич хацкевич входит уже вошел точнее не фавори у болельщиков да без улыбки потому как после матча во львове с украины вернулись все наши страхи все наши паники и все наши критические настроения ведь так так а если кто с мячом к нам войдет от мяча и погибнет ну вот кто с мячом имеется ввиду мяч футбольный к нам придет тот отмечай погибнет только здесь немножко в сторону украины вот посмотри что вы писали до матча ждем ударного результата главное вере сражение в городе львове ничего этого не произошло да нет ничего не произошло к огромному сожалению и тут конечно вина если наши журналистов тут нужно быть критическим по отношению к самим себе себе потому как мы чрезмерно поддались этому энтузиазму обаяния я бы сказал тренерского может быть обаянию а может быть тому что мы устали от перманентных неудач от этого комплекса лузера и все такое прочее вот нам показалось что вот какой-то свет в конце туннеля забрезжил и мы создали такое настроение отчего отчего то падение которое про и произошло во львове оказалось еще более болезненнее еще больше ударило по психике вызвало самые негативные я считаю эмоции потому как но то что происходило что произошло в первый тайм это же был вообще не футбол это играли большие дяди против маленьких мальчиков в том-то и дело здесь ведь кого можно похвалить белорусской сборной давай зададимся горбунова горбунова правильно он вообще выглядел красавцем по той простой причине что он не допустил аж своих ошибок несколько раз он выручил команду и вообще он в отличие от тех лет когда он играл в батэ ты это я же помню что он выходил в любую погоду играть в каких-то странных штанишках в греции он от этой привычки отучился он формально но могут где нет и здесь он в жару играл это в штанах и это ему не смущал он в нормальным боевом вратарских кондициях и выглядел просто хорошо играл уверенно но даже но когда партнеры вообще не помогают когда выхода один-на-один а что почему наша защита вдруг разрешилась играть я понимаю конечно филипенко не игра не имеет игровой практики там максим волочко тоже в боты не играет нужно отталкиваться от той мысли что проигрывает тренер вот что самое для меня болезненно это то что матч во львове он показал на мой взгляд вот когда только кандидатура хацкевича замаячила на горизонте ведь мы постоянно говорили о том что до хороший игрок большой игрок особенно для наших отечественных палестин она в то же время малый опыт не обстреленность на серьезном клубном уровне вот это потом это все забылось уже вроде бы как как бы вот это все сказалось потому что ведь это не только мы этот оптимизм градус высокий полю поднимали это поднимал его и хацкевич причем вентом было не только по моему попытка настроить и мотивировать и себя и своих ребят а просто неверная оценка своего собственного потенциала своих игроков своей команды и некоторые решения это но сейчас очевидно как только я узнала увидел какой состав надо в блокноте появилась запись вот в этом блокноте можете поверить не рано она я помню и так что удивление первый пункт это волочко на месте левого крайнего защитника и второй пункт это связка 7 сиваков маевский в опорной зоне и вот именно это все и разрушил аргументируй почему ну ну как но волочко играет в боте свои лучшие матчи он провел на позиции атакующего инсайда какой он защитник он увидели какой защитник помечу не попал вот теперь теперь а теперь обрати внимание при этом ему хацкевич дает задание что при стандартах у ворот украины именно он остается в тылу не имея к этому никаких навыков ошибку волочку хацкевич сам объяснил техническим браком это не совсем так во первых это тренерская ошибка что он ему поручил оставаться в нефту лупа потому что по моему в боте он никогда такое заниматься не своим делом он в он эти стандарты исполняет они остались он занимается не своим делом совершенно правильно а второй момент ну будем откровенны когда в чем причина знаешь когда я слушал телевизионный репортаж то я удивился это тут тоже ошибаются все кикс какой волочко там кикс он просто по мечу не попал это кикс это люди и комментатор один использует понять слово которое не понимает его сути ну да ладно оставим ведь ну меня если мяч вверху то чем играется головой головой а почему не сыграл головой потому что а нет навыка ну и банально мягко говоря чувство самосохранения это чувство самосохранения конторы присущи может быть игроку линии атаки но но никак не они они защитнику отсюда решение пытаться в простой ситуации в принципе будучи первым на мяче сыграть на ногой прогул промазал вы выход один на один и гол а против связки маевский послушай маевский в национальной команде без году недели он сыграл несколько матч у сивакова вообще карьера но это американские горки причем подъемчики по сравнению с падениями да они совершенно не оправдавший надежда про него говорили очень много что способен вдруг играть в луганске это небольшой доблесть и тут вдруг по матчам за зарю хацкевич принимает решение объединить их в в единую связку хавбеков опорных и ну он признал он признал то что он ошибся ну или уже по ходу матча он признал это было видно когда гордейчук еще в первом тайме уже было видно что он ну что ну это полный с точки зрения но абсолютно бессмысленный какой-то ну это блеф был какой-то очень рискованно и не оправдал не оправдавшиеся семья решили и самое главное еще раз говорю что хацкевич неверно представлял потенциал своей команды ведь в чем суть наших проблем оказалось это ну мы вышли на поле там играть фунт футбола как юрий алексеевич пундышев любит говорить а электричка пронеслась как мимо нищего тот темп который задал задали хозяева украинцы как мы мы все просто так мы не могли мы не успевали за ними перед перемещаться мы не успевали работать с мячом мы не успевали думать не успевали ничего вот поэтому как только украинцы немного сбавили в футболе стоя мы уже кое-что показали и тут же комментарий хацкевича во втором тайме мы показали что у нас тоже есть квалифицированные футболисты нет это неправда нет конечно квалифицированных по тому уровню который задали украинцы нет ну посмотри тимофей калачев мы все знали мы знаем о том что его козырные качества это скорость нестандартность да да а на фоне в противостоянии с каннаплянка никакого каннаплянка калачева нету не оказалось его то все его козырные карты оказались память 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 джокерами про гриба вообще говорить нечего ну все говорят вот кондратьев не приглашал глеба но вот посмотрите что после глеб уже уже не может играть на таком уровне особенно если его не поддерживает партнер то есть ну хорошо бы он бы играл бы в стоячий футбол да слушая ты вот думаешь имеет право лидер сборной говорить такое пускай даже и правдивые слова что у нас нету шансов не здесь у нас нету шансов в отборе на чемпионате мира 2018 ты имеешь ввиду глеб открыто нету шансов я не согласен как может лидер сборной говорить пускай даже он и прав я не согласен с тем что он ли лидер сборной он игрок да и заканчивающий свою карьеру в сборные что играет едущий с ярмарки да он уже едет с ярмарки причем не первый год и ну если вот такое мнение ну не знаю в принципе он объективен он говорит правду будем ли мы ругать человека за то что он говорит правду нет не будем но при этом его уже не надо приглашать сборную пусть он говорит правду со стороны другое дело 0 но 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 не надо вносить вот эти угнетающие нотки белый там безнадежья именно в быт команды вот это конечно внутри находишься орган ратиф его не приглашал и сейчас мне очень кстати достаточно интересно читать как вот пытаются сказать не сказать что вот кондратьев все равно плохого хацкевич от лучше дескать кондратьев ругал футболистов а хацкевич поругал себя но ребята во первых а кондратьев всегда говорил на своих пресс-конференциях что вся ответственность лежит на нем но в рамках этой ответственности он имеет право и будет говорить критические слова в андрес пандапич ну а потом таких ошибок как хацкевич во львове он ни разу не допустил да он ошибался да он не угадывал с игроками да они его подводили когда эти дурацкие ошибки и от мартыновича и от калачева и от кого только их не было но сейчас вот хацкевич получил пандарчик от максима володько но вот эта пара опорников ну так кондратьев не ошибался что тебе не кажется что про атмосферу в команде мы поговорим при кондратьеве она в определенный момент уже когда перед отставкой стала слишком такой угнетенной что ли да какая-то раздрай пошел сборной сейчас сборная атмосфера по моему ну вообще то есть я не чувствую руки тренера хацкевича что вот он авторитет он для них по моему как друг там какой-то такой приятель хихонький хахонький вот эти постоянные улыбки это конечно позитив это хорошо но есть в общем время но есть раз разная стратегия тренерской работы то есть классическая это деление на диктатора ли там либерала затворника человека общительного вспомни допустим но тот же юрген клуба он он тоже строил не команду а братство да у малафеева на определенном моменте это тоже было братство то есть это я не скажу о том что это если это понимаешь вот мы говорим что результат да так вот результат а он определяет верно или неверная стратегия если мы не дай боже завтра проиграем люксембургу а это по там по сравнительному ряду то как люксембург обыграл македония а как мы сыграли во львове ничего в этом невозможного или смешного достаточно руслан вспомнить первую игру нашу с люксембургом там не такая уж слабая команда как оказалось подождите мы гордимся победой над македонией да прихоцкевич единственные так они обыграли ту 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 же македонию по моему еще более уверенно ты не видел этот мир очень хороший мальч смотреть невозможно но люксембург вполне приличная команда поэтому и вот тогда что мы будем делать ведь вот эти успехи на клубном уровне они как-то нам немного чуть-чуть создали такую такое впечатление что у нас футболе все в порядке ну вот после украины ты знаешь что мы уже все нашли это знаешь как это знаменитую историю а хаджи на середине как он синдит на пороге своего этого и на музыкальном инструменте так на 1 так струне так дын 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 и жена подходит говорит услышали лет но все другие музыканты они как-то пальцами перебирают что ты ты ничего не понимаешь творчество это поиск так вот они еще ищет а я уже нашел дын 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 так вот значит мы думали что мы уже нашли и забываем о том что творчество это без это нас в этой истории на средине права что творчество это постоянный поиск это бесконечный путь и мы думали что уже как-то мы уже на уровне кстати ведь нужно понимать что мировой футбол сейчас кризис ты посмотри что творится со сборной голландии что творится исландцы ты посмотри исландцы это ладно у них эти которые у них 30 тысяч населения практически эту команду кондратьев обыграл на молодежном я в 2011 но они развились и они же ничего не показывают особенно у них есть энтузиазм у них есть понимание что делать с мячом сейчас ведь футбол с подачи таких специалистов как мауриню его присных он превратился игроки бегают за мячом играть уже в него не игра без мяча кто-то сказал такую фразу да ну и играть в мяч уже никто они бегают за ним тупо бегают вот тупо выполняют задания они закрывают зоны перемещаются а творчестве именно уже они уже все нашли дын 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 и все и мы думали что тоже у нас уже как бы вот смотри батэ прошел динамо минская прошло при причем мяча не обыграли я считаю более крепких соперников и все у нас хорошо и тут у нас сборная она как лакмусовая бумажка и мы можем себе только представить что будет с батэ в групповом турнире опять но я не хочу об этом говорить потом поговорим будет время тогда поговорим хватит нам уже и сборная наверное на сегодня да ну да единственное что я хочу тебя спросить ну а как ты сам думаешь как сын сыграет мы завтра сыграем с люксембургом 0-1 0-1 ты от хозяев нет я думаю что все таки люксембург мы поборем не обыграем но поборем расшифруя то сейчас конечно чемпионат мира мира по борьбе на выиграем не не шибко рьяно но с преимуществом в один может быть два мяча если повезет это тоже еще одну историю расскажу вот ассоциация я желаю хоть чтобы мы как-то профессионально бы сыграли в этом матче есть такая знаменитая музыкальная история когда римский корсаков в принципе человек достаточно позитивный во всех отношениях он там многим помогал за многих многое доделывал да он он говорил про одного из своего коллегу с которым кстати были нормальных отношений что если вы слышите проект профессиональную музыку но вам кажется что это плохой бетховен никудышный моцарт или совсем незадачливый миндельсон то знаете что что это произведение антона рубинштейна так вот я думаю хотя бы как антон рубинштейн мы мы бы сыграли бы уже было бы толк ну и может быть нам вот улыбнется удача потому что от удачи ты же видишь когда какие иногда голы влетают от удачи кура и день светлей да поэтому будем верить в нее удачу и в него в успех а мы переходим ко второй теме ну вторая тема у нас какие все таки хочется немножко поговорить о старте кхл неудачным для минского динамо хотя тем более завтра и играет у нас трактором до дома нас то густо то пусто точнее эту пусто то густо дан в данном случае выходные прошли а тут и футболы да тут совпало все вместе ну что ты руслан думаешь по поводу игры минского динамо знаешь мысли такие пока что чего-либо требовать от динамо при том что наш основной костяк линдерский это заокеанские исполнители пускай некоторые уже и обременены белый белорусским паспортом абсолютно не имеет смысла по той простой причине что канадцы и американцы играть в августе но это нонсенс и им просто рано то есть я не знаю ну как ну чичи он никого я думаю что для него это дико и даже в начале сентября играть ну вот 8 сентября это обычный старт сезона да и вот я думаю что вот с этой отметки завтрашнего матча это и нужно найти найти начинать точку отсчета назначать ничего страшного не произошло ну проиграли три матча подряд зато выиграли у ёкель да неожиданно прямо скажем неожиданно с одной стороны но также неожиданно мы проиграли как неожиданно выиграли также то есть а мы команда неожиданности слава богу что не детской вот и поэтому уже хорошо что выиграли что уже четыре очка вернулись на позитиве вчерашний матч был в москве цсска трактор ну трактор оставил очень бледное впечатление с одной стороны это конечно настраживает они всегда могут отыграться во вторник уже на минске с другой стороны понятно что но какого-то резкого фантастического преображения с этим трактором не случится и эту команду можно обыгрывать как и следующего оппонента нефтехимик если мы сумеем взять хотя бы 555 очков вот в этой короткой домашней все будет нормально все дела вроде бы как бы наладится и все будет уже хорошо вот эти все абсурдистские истории когда и знаешь этот абсурдистский юмор от хармса у меня очень простой телефон 32 15 32 зубы и 15 пальцев вот так они все уйдут в прошлое да мы снова будем думать о плей-офф том как выступить уже и в кубке гагарина и мне кажется что какой-то особой причины для паники нету другое дело что вся общая сия ситуация в кхл по отношению к белой беларуси это конечно дикость менять правила игры по ходу самой игры вроде еще обратно могут открутить же говорят могут только голову но она уже откручены помнишь это как оторвать ему голову бедный конферасе бенгальский но это какой-то нонсенс и когда я был в в дни принятия этого решения великого главное что они не понимают что они сделают то есть в пекине был на чемпионате мира по легкой атлетике ну в приятельских отличных отношениях с коллегами россиянами и сидим там такое дневное пати дневная платье но дни на такой обед от ассоциации международной спортивной прессы макаронами кормили все и мы сидим за за одним столом кушаем общаемся и говорю и я рассказываю что вот сегодня у нас пресс-конференция председателя федерации рачковского смотрите мы выйдем из кхл ну такой несколько рандикальный посыл был данным специально играть а с какой стати а чего случилось то есть они даже не понимают высоко профессиональные журналисты в основной своей массе не понимают какое решение и чем это оборачивается для белорусского ханьке ими принимать я уверен и авторы решения у них российская сборная вот как самоцель что происходит реально рядом они не обращали внимание тут и решение играть с 3 до к до августа страны очень много странность а у нас все очень сложно и проблематично да ну и последний давай вот задать вопрос по поводу хоккея не могу тебя не спросить что ты думаешь насчет событий которые произошли в динамо в преддверии старта имею ввиду криминальный след криминальный след всегда плохо для меня как наверное для всех это было немного потрясением ну знаешь есть у льва толстого такая цинтата странная ну как странно это уже моя личная оценка что тот кто раз за за занимается разоблачениями он пытается отвлечь внимание от скелета в собственном шкафу то есть ее можно применять но мне это было все у него весьма неожиданно потому что ну про господина субботкина я ничего не могу сказать что касается генерального менеджера бережкова то будучи с ним знакомым я полагал что его мотивация прихода именно в динамо и расставание же у журналистской работы на функционерскую деятельность это желание реализоваться в условиях как управленцы ну отнюдь не главным я читал у него финансовый фактор по это поэтому я конечно не удивился сейчас жду что будет дальше хорошо подождем развития событий мы следим за спортом следим за футболом болеем за хоккеистов ну за футболистов конечно тоже не забываем на этом мы с вами прощаемся дети понедельника сергей канаж и руслан васильев до новых встреч до свидания пока а а